Субтитры делал DimaTorzok Все знают, что такое контекстная реклама Недавно мне попалась контекстная реклама Продается какой-то прибор, который что-то меряет Меряет в воде Не просто в воде В Моршинской он выдает 30 В водопроводной 700 Сразу возник вопрос, чего? Я задал этот вопрос в комментариях ППМ Я говорю, отлично, а ППМ чего? Я говорю, как, ППМ? Я понимаю, я расшифровал Это частей на миллион Парс пер миллион Все равно ППМ и хоть ты тресни Вот это классический пример Квазинаучной рекламы Или псевдонаучной Или лженаучной, как хотите К сожалению, сейчас вопрос лженауки Квазинауки Очень остро стоит Очень остро Вспомнить того же Петрика Который Это вообще что-то невероятное Я когда почитал, посмотрел ролики об этом Не налазит вообще ни на какие головы Сейчас поймете, к чему я это веду Сегодня, сейчас задачей университетов Помимо образования, высшего образования Помимо подготовки кадров высшей квалификации И самой высшей квалификации через аспирантуру и докторантуру Является еще и популяризация науки И эта задача одна из самых важных Почему? Потому что, согласитесь, авторитет ученого сейчас Снижается и снижается очень сильно Иногда бывает даже стыдно говорить Кто ты и чем занимаешься Ну, приходится выкручиваться Обходить острые углы Но все равно это неприятно Тогда, как раньше Вот мои учителя, профессора Они ездили по миру И путешествовали И собирали материалы Они спокойно поехали В круиз вокруг Африки Вот представьте себе Два профессора За свои отпускные Да, они там собирали что-то Но они поехали в круиз вокруг Африки Вот всей Африки Вот старт из Египта Вокруг Африки И финиш в Египте Так что, это И они могли себе это позволить Да, это было не очень просто Но они могли себе это позволить Сегодня, сейчас Ну, сами понимаете, что происходит Поэтому задача популяризации науки Является одной из главных А в связи с задачами дополненной реальности Задачами распространения социальных сетей Как Facebook, ВКонтакте Особенно YouTube Популяризация науки средствами видеоконтента И видеороликов Популярных видеофильмов Так называемого научпопа Это одна из самых важных наших задач Сразу должен предупредить, что не надо обольщаться Хороший научпоп снять это очень сложно Это может быть не очень дорого Но это сложно Нужно прежде всего подходить и понимать Что мы хотим снимать Зачем мы хотим снимать И кто наша целевая аудитория Но научпоп мы пока оставим в стороне Вернемся к видеоконтенту Собственно в системе дистанционного образования Сразу нужно задать вопрос А зачем? Нужно ли конкретно этот курс Пыжиться, напрягать мозги Искать какие-то возможности Чтобы снять 10 секунд Никому не нужной говорящей головы Говорящая голова по исследованиям психологов Сейчас никому не интересна Интереснее теряется ровно на второй минуте И все И народ дальше отключает Видео Особенно видео лекция Как в моем понимании Я биолог И для меня видео лекция Это голос за кадром И иллюстративный материал Это в первую очередь Согласитесь Это только так И никак иначе Говорящая голова Повторяю Никому не интересно Даже если она вещает нужные штуки Если это химия У меня слава богу В дипломе еще написано Преподаватель биологии и химии Наш биофакт Тогда еще давал эту возможность Химия Да пожалуйста Сколько угодно Наглядных экспериментов О! Выше крыши Один раз Сняли Красиво Хорошо Смонтировали Показывайте Хоть всю жизнь Никаких вопросов То же самое касается Я по своей узкой специальности Я гидробиолог Я занимаюсь водой Естественно Гидрохимия тоже входит в сферу интересов Определение кислорода по Винклеру Пожалуйста Определение жесткости Сухой остаток Это все можно снять красиво Показывать студентам Им все будет понятно Особенно определение кислорода Когда цвет осадка Зависит от Собственно содержания Точно так же Связанные понятия Сюда же В соулозер Достаточно показать один эксперимент Один опыт Связанные понятия Растворенный кислород Процент насыщения Процент актуального уклонения То есть Все это Охватывает сразу Огромный пласт Гидробиологии Гидрохимии И Ботаники Вообще В воде То есть Это достаточно большой кусок Сняв один маленький эксперимент Все Поэтому всегда нужно Понимать Зачем Вот Нужно ли И определиться Нужно ли это делать Естественникам проще Физикам Химикам Биологам Геологам Экологам Экологам сложнее Тут Много моментов Астрономам Им проще Потому что у них Вот оно все вокруг Сложнее Историкам Хотя тоже не очень сложно Потому что археологические раскопки Вот тут же Литературные источники Первопечатные Всякие издания Пожалуйста Сколько угодно Повторюсь Простите Я достаточно эмоциональный Самый главный вопрос Надо ли Зачем Если надо Вот тогда уже Встает другой вопрос Как это сделать Как сделать Это уже Глубоко уважаемый Александр Владимирович Поможет Чуть-чуть Да Александр Владимирович Да Гараж Он расскажет О конкретных Уже Видеосервисах Методах И так далее Снимаем Мы сейчас С ним Вот вы видели Наверное На семинарах Нас двоих Мы снимаем Сейчас в тандеме Снимаем У нас двухкамерный Монтаж В принципе Мы можем сделать И трехкамерный И четырехкамерный Монтаж То есть Сразу с нескольких Камер У нас есть И подводная камера И может быть Дрон появится Надеюсь Посмотрим Вот Но Тем не менее Но пока Это все На энтузиазме Делаем На собственном Что еще Хотелось сказать Возвращаясь К научпопу Это тоже Можно сделать Интересно Это тоже Можно сделать Красиво Но Всегда Прежде чем Начинать Что-то делать Я специально Выложил В Гугл документы Кому интересно Я пришлю ссылку Бриф на видео Что такое Бриф Бриф Это краткое Техническое Задание То есть Там Расписано Что Как Целевая Аудитория Хронометраж Нужны ли Какие-то Дополнительные Вещи Все Это Расписано Я Скину Николай Она Разошлет Или Он Александр Владимирович Он Разошлет Ссылку На Google Документ То есть Там В форме Анкеты Сделано То есть Сразу Можно Все Продумать Хотя Б Краткое Техническое Задание Это Один Из Важных Этапов Подготовки И То Что Я Рассказываю Студент Извините Я Сказал Я Читаю Курс Документальная Фотовидеография Для Межфака Это Мой Курс И Я Им Всегда Рассказываю Что Ребята Прежде Чем Начинать Снимать Вы Должны Понимать Что Вы Будете Снимать Точно Так Ж Когда Приходят Я Хочу Прекрасно Хочи Ну Что Что Ты Будешь Снимать О Чем Ты Будешь Говорить Если Ты Будешь Ноль Десятых Просмотров За Пять Лет Зачем Она Никому Не Интересна Иллюстрирую Иллюстрирую Свой Рассказ Звук Можно Записать Отдельно Картинки Видеоряд Можно Снять Отдельно Потом Это Все Можно Соединить Но Это Должна Быть Иллюстрация Первую Главную Очередь Спасибо За Внимание Вопросы Нет Нет Потому Что Он Практический И Скорее Всего Не Будет Потому Что Смысла Нет Я Учу Их Работать И Снимать Вот Непосредственно Вот Причем Они Ко Мне Приходят С Разной Степени Подготовки Вот В прошлом Семестре В этом Семестре У меня Четверо Ребят Из Двадцати Которые В общем То Держали Камеру В руках И Что То Могут Умеют Делать А В прошлом Семестре У меня Было Три Человека Которые Участвуют В выставках Два Видеоблогера С которыми Мы тоже Отдельно Работали Но Ребята Вот После Курса Я Подписался На их Инстаграм И я Вижу Как Растет Мастерство Это Видно Сразу Читается Это Уже Второй Год Пошли Межфакультетские Курсы Второй Год Я уже Читаю Каждый Семестр У меня Есть Группа И Как Мне Сказали В Центре Там Оказывается Конкурс Есть Потому Что Ко Мне Пришли Мои Биологи Второй Курс Мы Не Смогли Попасть Нас Не Пустили Почему Пошел Выяснять Мне Сказали Оказывается Есть Конкурс Не Покажу Не Покажу Потому Что Не Покажу Это Надо Зайти Facebook В Есть Группа Так И Называется Межфакультетский Курс Фото Видеография Каразин Докфото Да Английским Каразин Докфото Одним Словом Каразин Докфото Да Вот Три Обновления Последние Публикации Захарова Алиска Публиковала Сейчас Межфакультетский Курс Документального Фото Видеография Вот А если В поиске Блин И там Пример Там И вот Есть Фотографии Просто Вот А видео Видео Примеров Не будет Я не хочу Показывать Как Можно И как Нельзя Вы Сами Должны Определяться Саш Можешь Достучаться До Моего Ролика Еще раз Как Поиски Так Каразин Докфото Значит Вот Межфакультетский Курс Фотовидеография Вот Он Называется Межфакультетский Курс Документальная Фотовидеография Каразин Докфото Одним Словом А фото Через F Да Через F Я менял Потому что Не могли найти Детишки Есть Нашелся Там Много Много Фотографий Много Большие Альбомы Большие Альбомы Детей Которые Собственно Вот Снимали Там Есть И Видеоролики Они Выкладывали И В Инстаграме В Телеграме Есть Ссылки Ну вот Последние 80 фотографий Выложено Их Работы Много Говорили Про Как Должна Выглядеть Видеолекция 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 Мы Сейчас Делаем Видеолекция Не должна Быть Больше 20 Минут Вот Еще Хронометраж Потому что Полтора Часа Никто Не Выдерживает Чего Лучше Порезать Можно Еще Меньше Можно 12 Минут Можно 7 Минут Но Один вопрос Вот это Проще Всего Один вопрос Один ролик То есть Вот у меня Например Я сейчас Доделаю Я К сожалению Я не умею Рисовать Не умею Рисовать Я Но Я делаю Анимацию По Принципиальным Отличиям Жизненной формы Растения Жизненная форма Животное Я Сделаю Анимацию Конкретно По этому Видеоролику Звук Уже Записан Там Некоторые Моменты Уже Отсняты Нужна Анимация Анимация Никак не мог Доделать Потому что Я не умею Рисовать Вот это Единственная Сложность Нет Тестовое Видео Не Тестовое Простите Интерактивное Видео Я Осваиваю Эту Программу Есть Появилась Программа Для Создания Интерактивного Видео Адобовская Не Перф А Что-то Такое Адоб Перф 2019 Года Она Совсем Свежая Для Создания Интерактивного Видео Делаем Но Делаем Делаем Как раз Делаем Отличие Животного От Жизненной Формы Животное Жизненной Формы Растения Это Будет Интерактивное Видео Потому что Там Студенты Должны Будут Ответить На Вопросы То есть Добавить Вставки Программа Появилась Совсем 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 Недавно Камтазия Студия Само Собо А Это Именно Целая Студия Адобовская Для Создания Конкретно Интерактивных Роликов То есть Там Может Быть Ветвление В самом Ролике И В зависимости От Ответа Можно Уходить Или Туда Или Туда Или Туда Я Вернусь К началу Я Биолог Я Не Программист Я Понимаю Но Мне С Адобом Как-то Проще Разобраться Ну Она Нет Она Платная Она Платная Облако Не Всегда Позволяет Наш Интернет Работать С Облачными Технологиями Скорость Передачи Данных Все равно Важна Для Видео Так Все Еще Вопросы С Отвечу Я Хочу В телефон Залезть А лезу В пульт Управления Там Они Выкладывают Собственно Свои работы Только Это Их Зачетные Отчетные Работы Так Вот У меня Максим 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 Тищенко Это Это Вы Увидел 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 До Гугла Документов Я Не Достучусь Чтобы Отправить Сейчас Я Сейчас Попробую Достучаться Чтобы Отправить Этот Самый Бриф Выложить А Да Бриф Ну на самом деле Можно набрать В поиске Бриф Но они Сейчас Все Такие Кто-то Верди Делает Кто-то Фирма Но Любое Рекламное Агентство Вам Скажет При съемке Видеоклипа Видеоролика Рекламного Ролика Обязательно Бриф Делаете Любое Рекламное Агентство Это Обязательно Поэтому Мы Решили В общем Сделать И для Этих Роликов Тоже Такую Схему Это Удобно И Это В общем Поможет Нам В дальнейшем Что Чего Куда И как А повторите Пожалуйста Как Называется Ваш Курс Который Вы Приложаете Межфакультет И Как На него Можно Записаться Я понимаю Что там Конкурс Записаться Пожалуйста Как Записываться Студенты В этом Самом На Межфакультетский Курс Документальная Фото И видеография Называется Они Записываются Вот у меня Четвертый Семестр Уже Идет Вот Для Всех Факультетов Он Открыт Но Правда С медицинского У меня По-моему Не было Никого Еще Историки Были Юристы Были Фил Да И сейчас По-моему Соцфак Два Человека Есть Так что Были У меня И юристы Сейчас Есть 36 Часов Вот Есть Все Факультеты Вот Медиков Не было И кого-то Еще Химики Были Я работаю В институте Международного Образования Которое Сейчас Называется Начально Науковое Институт С Иностранными Студентами Ох Как Сложно Ну По Специальности Я Историк А Ну 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 Понятно Постольку Поскольку Пожалуйста Все Факультеты То есть У меня Там По-моему Только Каразинская Школа Бизнеса Не заинтересовалась Этим И все Это Только Вот Мешфак Такой Мешфакультетский Хотя В принципе Ко мне Приходят Сейчас Секундочку Я закончу Отвечать Ко мне Вот сейчас Ходит Бывший Наш Выпускник Кандидат Кандидат Философских Наук Медиагрупп Объектив Он ко мне Сейчас Ходит На занятия Пятница 12.00 Аудитория 5.21 Это Главный Да Главный Да Открытый Понимаете Там надо Работать Индивидуально С каждым Максимум Я могу 20 человек Это Тяжело Это Просто Очень Тяжело То есть Во-первых Разобрать Они Приносят На каждое Занятие Они приносят По десятку Фотографий Разобрать Рассортировать Оценить Оценить Обсудить Они Сами обсуждают Это все И это Просто Тяжело Особенно Когда мы Выходим Куда-то Снимать То же Самое Мы Вышли Ребята Так По группам Делимся Вы двое Туда Вы двое Туда Вы двое Через Двадцать Минут Встречаемся Теперь Туда 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 И точно Так же Сам С ними Бегаешь То есть Это 20 человек Это Максимум Да Пожалуйста 12.00 Аудитория 5.21 Это Аудитория Минна Имени Прокудина Биологический Туда Да 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 Ну Ничего Хитрого Естественно Мы С Программами Знакомимся То есть И Lightroom И Немножко Photoshop И Adobe Premiere Sony Vegas Adobe After Effects То есть Те Программы Которые Собственно Используются Мы С Ними Их Используем Домашнее Задание Что-то Делают Самостоятельно Вот Есть В инстаграме Парнишка Вадик Монастырский Это С прошлого Семестра Он Очень Толковый Портретист Очень Толковый Так Сейчас Причем У него Портрет Идет Такой Вот Городской Портрет Специфический Сейчас Даже Не Нахожу Сходу Ну Только Шушь Попадался Дело в том Что Я понимаю А почему бы Нет А почему бы Нет Реклама Это тоже Двигатель И двигатель Образование Точно Так же А фото Видеореклама Тоже Очень Серьезно Работа Дело в том Что Сегодня Сейчас Фото И видео Оно Оно Документально По своей Сути И Фотография И Видеография Они Это Инструменты И научных Исследований В том Числе То есть Они Позволяют Это Делать Криминалистика Без фотографии Это Не Читал Например Вот Это Сходу То же Самое Анатомия Человека Анатомия Растения Физиология Все Что Угодно Это Везде Можно Применять На Самом Деле Вопрос Другому Что Мы Это Не Применяем Вот Но У меня Мой Фотоаппарат Который Я Обычно Снимаю Он У меня Цепляется К микроскопу И Я Делаю Микрофотографии Набираю Сейчас Материал Очень Серьезный Туши Я Технику Сменил Набираю Материал Микро Видео Микрофото Как клетки Водоросли Делятся Как они Двигаются Это Все Будет Включаться Зачем Там Стандартная Мфн 10 Микрофото Насадка С Трехкратным Промежуточным Окуляром Ставится Переходник На Кэноновский Байонет И Все Стандартный Кэнон Цепляется Без Особых Проблем Я Просто В свое Время Покупал Кэнон Именно Поэтому Потому Что У меня Был Переходник От 42 Резьбы Зенитовской На Кэноновский Байонет И Все То У меня Был Кэнон 350 Мфн Ставится Вместо Окуляров Блока Окуляров Она Ставится И Пожалуйста Но Правда У меня Микроскоп Почти Моего Возраста Я Не Шучу У меня Карл Цейс 1971 Года Выпуска Нет Не Обязательно Не Обязательно Смартфоном Снимают И Очень Неплохо Снимают Снимают Очень Интересно А Вот Один Из Видеоблогеров Ребят Так Он На Смартфон Снимал Видеоблог Снимает Свой Видеоблог Сам И На Пленку Снимают И С Пленочными Приходят Так Что Зачет Они Должны Я Приведу Очень Простой Пример Один Из Модулей Зачета Они Должны Сделать Три Фотографии Связанные Тематически То Если Это Животно Это Животно Если Это Одежда Это Одежда Если Это Еда То Это Еда Но Каждый Объект На Этой Фотографии Главный Объект На Этой Фотографии Должен Начинаться На Буквы Их Инициал Вот Сделайте Сходу Сразу У Меня Просто Гиацинт А Дуванчик Сирень Например Или Газ Опель Сузуки Ну Как Родители Наградили Тут уже Родители Не выбирают Вот Но А я Не делают Они побежали С такими горящими Это вот Было В прошлую Пятницу Я им Задал Это Задал Они Помчались С такими Горящими Глазами Вы Себе Даже Не Представляете Причем У меня Там Есть Два Таких Скептика Скептически Настроенных Я вижу Глаза Разгоряются Разгоряются Причем Один Скептик Такой Панк С ирокезом Крашеным В малиновый Физик По-моему Из физического Какого-то Факультета Парнишка Вот Я вижу Что глаза Разгораются Все Нету Через 20 минут Бум-бум-бум-бум Фотографии Посыпались Вот Так Точно Так Же Как В прошлом В прошлом Семестре Тоже Было Похожее Задание Тоже Три Фотографии Тематически Связаны Но На Три Подряд Буквы Алфавита Любые Три Подряд Но Подряд Творческое Мышление Творческое Креативное Мышление Чтобы Увидеть Иначе Увидеть Иначе И это Списать Жиж Невозможно Конечно Конечно Вот Что Это Все Достаточно Просто Делать Позвонила Одна Тоже А на Ю Что Можно Придумать Юбка Одежду Возьми Юбка Какие Проблемы Все Из Растений Юбка Есть Но Юбка У нас К сожалению Только В саду Добраться Туда Иногда Бывать Сложно Это Единственный Момент Ну Вот Александр